Отдых на Крите пользуется популярностью у европейских туристов, разделяя лидерство с такими греческими островами как Эвбея, Лизбос и Родос. Благодаря удачному географическому расположению климат здесь благоприятный для проведения уикенда. Именно поэтому путешественник имеет возможность совершить даже сентябрьский вылет к данному островному объекту Греции. Если говорить о климате всей Греции в целом, следует понимать, что он будет зависеть от местоположения человека. В гористых регионах зима довольно суровая, с обильным количеством снежных осадков, лето более прохладное, чем в других частях государства. В северных городах стоит ждать жаркого лета и не менее холодной зимы. Прибрежные территории летом облучаются палящими солнечными лучами, зимой поливаются большим количеством дождей. Климатические условия на Крите. Обратите внимание, так как Крит приближен к Северной Африке, то здесь преобладает жаркий и сухой климат. Зимой царит дождливая и мягкая погода. Благодаря удачному географическому расположению, он обладает сравнительно теплым климатом на протяжении 12 месяцев. С апреля по октябрь температура моря сохраняется на уровне 17-26 градусов по Цельсию. Воздух не опускается ниже 15 градусов зимой и может достигать отметки в 30-35 градусов летом. Однако уже в конце осени и в течение всей зимы на территорию острова приходят дожди и сильные ветра. Важно, из-за своих географических особенностей Крит имеет не совсем равномерный климат. Южная часть острова является более жаркой, поскольку она расположена ближе к африканскому континенту. Для летних сезонов в этой области характерны сухие и жаркие дни. Если турист желает находиться в более мягких условиях, то следует отправляться в северные, восточные и западные курортные города. Какая температура воды и воздуха на Крите в сентябре Крит в сентябре является отличным местом для проведения теплого и солнечного отпуска. В начале осени и до ее середины показатели градусников составляют 26-28 градусов по Цельсию. Вечером может становиться холоднее 17-19 градусов. Что касается моря, то его показатели находятся на уровне 23-26 градусов. Обратите внимание, на острове Крит отдых в сентябре может периодически нарушаться ветреной погодой и волнующимся морем. В этот период необходимо одеваться теплее. В общей сложности в первый месяц осени стоит ожидать двух или трех дождливых дней. Кроме этого возможна и жара с температурой воздуха около 30 градусов. Где на Крите лучше всего отдыхать в сентябре. Погода в сентябре дает возможность туристу находиться здесь в комфортных условиях. Чтобы выбрать место, где провести свой летний тур, следует сначала немного узнать о географии и административном делении острова. Ханье административный центр, который считается самым зеленым и самым маленьким из всех. Находится он в западной части. Инфраструктура здесь развита не сильно, однако у отдыхающих есть шанс стать частью настоящей природы. На территории Ханье много растительности. Следует выделить платановые леса и кипарисовые заросли. Кроме этого приезжие смогут посетить множество местных достопримечательностей. На территории центра есть пещеры, ущелья, горы и большое количество памятников архитектуры. В качестве зон отдыха выступают четыре пляжа. Первым является Аги и Апостоли. Он закрыт от ветра скалами, поэтому море там всегда спокойное. Чтобы оказаться на глубине, необходимо отойти на 50 метров от берега, поэтому данный вариант отлично подойдет для ребенка. Игуана менее защищен от непогоды и в некоторые дни возможны волны. Хеохора – песчаная территория со всеми необходимыми удобствами. Чем-то похожим является бухта Криси-Акти. Море у ее берегов теплое, хотя иногда вероятны штормы. Ритимна – это северо-западный регион Крита. В этой части много ресторанов, музеев и других интересных мест. Также для посетителей открыты картинные галереи и площадки с археологическими находками. В области расположен известный монастырь Аркадии, замечательный фонтан Римонди. К услугам посетителей предлагают лучшие территории для купания на северо-восточном побережье. Можно отметить городской пляж с развитой инфраструктурой и большим списком развлечений. Кроме моря и песка посетители найдут там детские площадки, водные аттракционы и зоны для занятий спортом. Пляж Кумбес расположен в двух километрах от центра Ритимна, поэтому до него можно добраться даже пешком. Оттуда можно увидеть крепость Фортецца, которая, кстати, открыта для экскурсий. Зона отдыха Перволя отлично подойдет для тех, кто любит гулять ночью. Он считается одним из самых красивых в Средиземноморье и славится своими ночными вечеринками. И наконец, Энети Калимани. Территория этого туристического берега практически никогда полностью не заполняется людьми и это лучший вариант для любителей дикого уикенда. Ираклион – главный административный центр Крита, поскольку здесь находится его одноименная столица. Регион имеет огромнейшее количество торговых комплексов и развлекательных заведений. Еще там расположены дворцы Кносский и Гартина. Для купания и отдыха на теплом песке в Ираклионе есть много разных пляжей. Лучшими из них являются такие зоны как Амудара, Пантанаса, Эленоперамата, Левкадия, Палеокастро, Картерос и Ватьянос. Чтобы понять, какой из них лучше, следует для начала посетить все. Тем, кто хочет отдохнуть дикарем, следует сразу отправляться к Пантанаса или Эленоперамата, поскольку они лучше всего подойдут для такого вида пляжного уикенда. Лас-Сити Восточный регион, располагается на территории одноименного плато. Там путешественник может искупаться в водах самого красивого залива Мирабелла. Вокруг Лас-Сити возвышаются горные массивы, на склонах которых растут сады и хвойные деревья. Кроме Мирабелла можно найти много других заливов и бухт. Представлена возможность посетить местные деревни и больше узнать о греческой культуре. На берегу расположено четыре прекрасных пляжа. Первым является Вулизма. Это один из самых посещаемых мест в Лас-Сити. Бухта закрывается скалами, поэтому ветер не подымает волны. Спуск в море не слишком крутой, глубина достигается постепенно. Пляжная зона Илунда расположена как раз в области того самого залива Мирабелла. Несмотря на дороговизну местных услуг, пляж регулярно посещают туристы и местные жители. Наиболее чистым является зона отдыха Яропетра. За это и выдали так называемый «голубой флаг». Не менее подходящим вариантом могла бы стать зона отдыха Вааи. Важно, главным недостатком отдыха в Лас-Сити является расстояние. Поэтому пешком добираться до залива в бухт не совсем удобно. Это нужно учитывать при планировании поездки. Погода в Барселоне. В сентябре в ближайшие четыре недели температура воздуха не опустится ниже 21 градуса. Даже осенью днем он будет прогрет до 27-29 градусов. А вечером столбик термометра покажет 21-24 градуса. В конце августа ожидается один дождливый день с грозой. В сентябре вероятны дни с пасмурной погодой. Как бы то ни было, но до конца пляжного сезона, который заканчивается в начале октября, условия для купания и отдыха на песке должны оказаться хорошими. Практически в каждом отеле накрите энергию получают с помощью солнечных лучей, поэтому лучше всего использовать электричество и горячую воду экономно. Кроме этого не следует обманным путем незаконно подселять в свой номер гостей, которые не были указаны в предварительном списке. В противном случае их выселят, а владельцу номера придется возместить всю сумму за их проживание. При потере ключа от комнаты замену замка оплачивает текущий хозяин. Погода на Майорке в сентябре целесообразна использовать защитные крема, особенно в первые дни пребывания на греческом курорте. С 11 до 15 часов лучше оставаться в гостиничном номере, поскольку в это время температура на улице очень высокая. Важно! В кафе и ресторанах принято оставлять чаевые в размере 10% от стоимости заказа. Воду из-под крана пить не рекомендуется. Лучше покупать ее в магазине. Передвигаться по территории географического объекта можно на арендованном авто или на автобусе. Если человек планирует взять машину на прокат, то ему необходимо иметь при себе паспорт и водительское удостоверение. Цена такой услуги стартует от 40 евро звездочка. Не стоит пренебрегать дорожной картой. Ее обязательно нужно включить в список вещей. На Крите лучше отдыхать в сентябре из-за щадящих солнечных лучей, поэтому остров обязательно должен посетить каждый путешественник, который любит море, чистый песок и настоящую летнюю экзотику. Звездочка цена актуальна на август 2018 года.